В новом месте. Вот он, видите, барс. Пускается. Но это я снимал с предельного расстояния, пока, когда мы поняли, что снежный барс там рядом с добычей. Ну и экспромтом, вот так сказать, попробовал, думаю, необходимо снять, попробовать, попытаться, несмотря на 25-градусный мороз. Кстати, вот видны камни, которые летели, вот видите, да? Это вот камни свежие, которые летели и сыпались вместе, когда барс вместе с жертвой летел, катился вниз. Вот почему они, барс, это еще и потрепанные все, вот в природе, да? В отличие от тех, кто живут в особи в зоопарках. Это в зоопарке он гладкий такой, лоснящийся и так далее. В природе барс другой. Ну вот, я говорю, мороз такой вот. Вот где-то трудно определить с первого раза, где барс, да? Это вот в попытках пиноклевания. То есть, когда тоже думают, что барсы живут, вот там красивая гора, вид такой вот, примерно такой, ландшафт, да? Нет, барсы, наоборот, выбирают места для своего обитания, для своего дома или квартиры, как мы говорили. Вот такие вот, чтобы барс не был виден. То есть, несмотря на то, что он суперхищник, и несмотря на то, что там нет людей или практически не бывает, он все равно выбирает, ну, инстинктивно места, вот так же, как кошка с котятами, да? О которой мы с вами говорили, самое труднодоступное. И с тех, которых он менее всего заметен. И вот, я ложусь в одеяле, прямо с камня на берегу речки, там, это ледяной, да? И буквально через час, после того, как лошади уезжают, впускается барс. И вот это первый снимок снежного барса с его добычи в мире. Сделан из фотоаппарата. Не из фотоловушки, а из фотоаппарата. Ну, и он единственный пока, как я понимаю. Но я успел тогда щелкнуть только три раза. Сразу же, конечно, барс меня срисовал. Это была самка, как позже мы выяснили. И назвали мы ее имя, бабушка по-монгольски. Ну, и начинает сразу уходить. Ну, и видите, выражение какое, когда я говорил, да, что это вот, ну, зверь настоящий. С зоопарковскими никак не сравнить. Снежный бар в зоопарке, да и любой живой, другой животный в зоопарке. И в дикой природе это разные абсолютно вещи. Так же, как человек, да, на свободе или, не дай бог, где еще. Ну, и вот, опять же, про возможности барса прятаться, да. Ну, и вот это расстояние, грубо говоря, 100 метров. А если с расстояния, ну, там, 300-400 метров, вы можете смотреть его в бинокль. Хоть 10 суток, хоть 20, и вы его не увидите. Если барс того не захочет. Ну, и потом, естественно, после того, как я снял барса, да, немножко наступило такое озарение уже. Я начал понимать, что значит барс, как с ним работать. И сделал вот такой вот кадр. Вот он барс, дикий снежный барс в среде обитания. Болтай-Саянская, горная страна. Вот там в экспозиции есть такой кадр, да. Ну, и стоил он мне, конечно, здоровья очень много, потому что минус 30 стояли морозы. Пришлось сидеть в палатке прямо на льду реки, потому что в противном случае, ну, я бы такой подход не снял к жертву, ну, к его жертву, к его добыче, да. А там еще опасность в чем? Камни падают все время. Камни падают, все это шумит, гремит, ну, очень страшно. И кроме мороза хватает. Ну, хотел бы вот еще раз вернуться, не знаю. Я считаю, что это самый удачный мой снимок снежного барса. Из всех тех, что я сделал пока. Потому что, ну, он как раз показывает больше всего и лучше всего, наверное, вот ту очень жестокую, жесткую среду обитания, в которой живут вот эти вот, казалось бы, кошки, да, кошечки. Ну, это вот алтайские бараны. То есть, если кто-то желает снять алтайского барана, 15 или 20 метров, пожалуйста, у нас это сделать, к сожалению, пока очень сложно, трудно. Алтайский баран, всего-навсего, там, да и у нас тоже в Алтае и в Саянах, в Саянах в меньшей степени, это жертва снежного барса тоже потенциальная. Ну, вот чего там только не бывает, да. Погода меняется, как в горах, вы понимаете, там несколько раз в день, в сутки, там. Это тоже опять сопутствующие кадры, когда сидишь, видишь там то козероги, то моралы, например. А в том месте, где вот мы сейчас снимаем, там копытный, это козерог, морал, кабан, аргалии и, как ни странно, джейран. По верхам там. Ну, и вот он, красавец, любимец всех социальных сетей, да, и тоже не такой, как в зоопарке. То есть, зверь, это манул, вот это две кошки, которые там делят вот эти вот, ну, с манулом в большей степени предгорье, а горы барс делят только с рысью, ну, до определенных высот, а выше там только барсы обитают. И вот это все это в одном районе. Ну, и царство Горехвост, так там понятно, да, это все сопутствующие кадры. Грифы, когда сидишь в жертвы. Почему? Ну, это уже тонкости там определенные есть. Это то, что там удается снимать рядом. Вот это хорошее, не, кто мне нравится. Сам себя быть похвален. Привущий морал, да, хорошая такая красавица. Она немножко тут в кадр попала, да, вот ради нее он поет свои сиренады. Ну, еще она наставит. Вот заяц Талай горный тоже. Ну, я пищу тебя, спать всем хочется. Ничто человеческим не чуждо. Ну, и вот беркуты постоянно, то есть барс делит там горы, вот, из хищников. В последний раз мы сняли росомаху, беркуты, вот. Ну, и лисы прибегают иногда. Ну, лисы очень осторожны, в отличие вот наших камчатских. Они ведут себя по-другому. Ну, и вот опять же люди. Ну, и здесь мы удвоили, после первого такого успеха, удвоили общение с местным населением, или даже утроили. Стали собирать всю информацию, раздали людям рации, так сказать, и так далее. По-максимуму обеспечили возможными источниками света, доступными. И стали уже мониторить, ну, большую территорию, там, в радиусе 100 километров, вот, вместо съемки. Потому что стали понимать, что, ну, все больше и больше, чем больше монголы доверяют, но вы знаете, что любой восточный народ, он не будет тебе ничего рассказывать, пока тебе не поверят, да? Пока не поймут, что ты искренне этим делом занимаешься, уважаешь. Ну, а когда я поселился в их юрте, и стал жить, вот, про юрту немножко расскажу, да? Представляете, 6 метров круглое такое сооружение универсальное, или вообще, наверное, Нобелевскую премию надо дать. Вот, не знаю, правда, кому, да? Зайбретение самого лучшего инфункционального жилища, человеческого юрты. Но смысл жизни в ней заключается в том, основной, что у юрты нет углов, да? Нет комнат. Вообще ничего нет. Все живут в одном замкнутом пространстве. Дети, родители, гости, ну, в данном случае фотографы, да? И все спят, ну, чуть ли не на полу там. Если у хозяев есть кровать, а мы спим вот возле печки железной, и вот в этом вот замкнутом пространстве. И угнетает больше всего что? Ни еда там, ничего, ко всему можно привыкнуть, да? Не могу привыкнуть только к одному. За тобой постоянно кто-нибудь наблюдает. То есть ты не можешь въединиться нигде. Ну, можешь только выйти в степь там вечером, а куда? Темнеет шесть часов, да? Вышло, там же холодно, волки боют уже, бегают. Идти некуда. Ты возвращаешься снова к этой маленькой лампочке, и все равно ты все время находишься на виду. Ну, с одной стороны это минус, наверное, с другой стороны плюс. Я вот часто с ними разговариваю, там, предположим, ну, хотя к барсам тоже относятся, да? Спрашиваю мужа с женой, а друзей, ну, а вы ссоритесь между собой-то, ругаетесь? Ну, а как же, говорит, ругаемся, иногда даже и деремся. Ну, так, по-легкому, да? А потом-то говорю, что делать? Миримся. Какое деваться из юрты, да? Вышел туда сто километров по степи и волке, в другую сторону. Вот поэтому в Монголии нет ни одной в степи, нет ни одной матери-одиночки, нет ни одной одинокой женщины. Они сразу же выходят замуж снова. Ну, мужчины женятся. Ну, и это тоже Або, Бурхам. Мимо таких вещей тоже не стоит проезжать никогда мест. Все это останавливаешься, достаешь монгольскую, так сказать, самую легкую водочку, да? И ведешь себя так же, как местные жители. Ну, и вот я хотел вам показать такой схематичный чисто снимок. Вот. Мы видели там очень крутой склон, и он действительно крутой, да? Но крутой он для нас с вами. А для козерогов это вот место, почему-то излюбленное их переходов. Они прекрасно себя здесь чувствуют. И вот Барс выбрали вот это место, причем здесь охотится несколько барсов теперь, как мы уже знаем. Мы их всех вычислили сегодня. Это одно из самых удобных мест для охоты на козерога вот во всем этом районе, там, ну, в пределах, там, 20-30 километров радиусе. И все барсы по очереди приходят сюда охотиться. Это вопреки вот расхожему мнению о том, что у барса свой индивидуальный участок и так далее, и так далее. То есть барсы кооперируются так же, как и леопарды. Вот мы теперь уже это тоже знаем. Если есть доступная добыча или возможность ее добыть, относительно легкая, барсы собираются и охотятся по очереди. Вот один отохотился, съел, ушел, да? Приходит второй, добывает, охотится и снова ушел. А подсказка тут еще одна в чем заключается. Тут рядом большие природные солонцы, которые козероги посещают в течение круглого года. Вот и все. А для того, чтобы подойти им к этим солонцам, им нужно пройти вот по этому склону, по этой полочке. И вот когда они здесь проходят, барс сидит или лежит вот здесь. Ну, как правило, лежит, отдыхает, спит, зевает. Я сейчас вам это покажу. А как только камушки нагремели, барс входит вот сюда и пытается добыть козерога. Ну и вот то, что пришлось мне уже перенести там за пределами юрты, да? Других и никаких вариантов нет. Если где-то можно сделать какой-то стационарный скородок, здесь ничего не сделаешь, потому что барс может добыть там 500 метров, да? И там 500 метров по этому склону. То есть все делается экспромтом, в зависимости от той ситуации, как повезет. Ну и вот тот снимок, который я показывал, где барс переходит долину, да? Речную. Вот я сделал его из этого вот скоротка, из этой палатки, прямо под скалами, на льду реки. И вот я просидел здесь 12 часов. Посадили меня в 4 часа и забрали потом в 4, потому что если барс увидит, что кто-то подходил там или приближался днем, да, то он никогда уже туда, естественно, больше не подойдет. Ну, спасло, опять же, вот это одеяло волчья. Ну и вот. Вот барс. Ну, редко кому, наверное, удавалось видеть, как барс, дикий барс спит, да? Потому что барс всегда первым обнаруживает ваше приближение и так далее. Спит вот как домашняя кошка, да? На камне разлегся. Но он не просто отдыхает, он охотится. Ну, не все охотятся так барсом, а вот только те, которые знают этот район и считают его своим родным, так сказать, да? Другим барсом надо бродить где-то там, искать, бороться. А у этих вот, ну, такой типа курорт или санаторий, да? Лежишь, отдыхаешь и ждешь. Вот этот снимок я как-то публиковал, очень интересный. И первым признаком обнаружения барса является контакт с кем? С птицами, да? Их не так много в горах, но если сорока появилась в одном месте, стрекочет и не хочет улетать оттуда, то рядом кто? Как правило. Или снежный барс, или любой другой хищник. Лисица может быть там, кто угодно. Ну и вот видите, лежит, вот я говорил про пятки, да? Смотрите, какая широкая лапа, в отличие от других кошек, опушенная, потому что приходится барсу и по глубокому снегу, да? И по насту, и по льду, и по скалам. И очень шершавая такая пятка. Это видно даже там при приближении, что она настолько мозолистая, ну вот как наждачная бумага. Для лучшего сцепления, будем так говорить, с грунтом, да? Ну и вот оживился, значит камушки загремели, да? Где-то смотрит, осматривает, и всегда находится, опять же, на господствующей высоте. А это вот прыгает уже, ну вверх. Вот я удивляюсь всегда, вот представляете, склон такой, вон там еще умудряется прыгать. Это просто кошка уникальная. Ну и вот, после этого я уже понял, как надо снимать барсов, находим, снимаем, пытаемся выбрать наиболее удобные ракурсы, какие-то, ну настолько, насколько это возможно. Ну, терпя при этом, естественно, определенное решение, приходится бороться и с холодом, и... Ну и вот это вот тоже очень интересный снимок. Это вот когда барс начал уже мне доверять, то есть, даже несмотря на то, что ночью садишься в палатку, да, в скрадок, тот, кто тебя приводит на лошади, уезжает там и так далее, и так далее, соблюдая все меры безопасности, такие вот шпионские, как бы так сказать, и так далее, да, все равно не надо думать, что барс не знает, что вы там. Это суперхищник. Он знает, что вы там, но надо, чтобы был какой-то контакт и доверия между зверем и человеком. Пока.